28 декабря церковь вспоминает святителя Стефана Исповедника. Святитель Стефан Исповедник, архиепископ Сурожский, жил в 8 веке. Он был родом из области Каппадокия, обучался в Константинополе. Подстричься монахи, Стефан удалился в пустыню, где провел 30 лет. Патриарх Герман рукоположил его в епископа города Сурож, ныне город Судак в Крыму. При императоре иконоборце Льве Третьем и Савре начались гонения на сторонников почитания икон. Епископ Стефан был заключен в темницу, откуда вышел только после смерти императора, почти через 25 лет. Уже в глубокой старости он снова вернулся к своей пасте в Сурож, где и скончался. Сохранилось свидетельство, что в начале 9 века на Сурож напал русский князь Бравлин, под влиянием чудес у гробницы святителя Стефана, он принял крещение. Вот что об этом событии рассказывается в книге «Легенды Крыма». Легенды Крыма. Поход Бравлина. Сурожская легенда. В наших старых рукописных сборниках, минеях и торжественниках встречается рассказ, как вскоре по кончине святого Стефана Сурожского, стало быть, в конце 8 или в начале 9 века, на Сурож, теперешний судак, напал русский князь Бравлин. Бравлин пришел из Новгорода, и прежде чем осадить Сурож, опустошил все побережье Черного моря от Корсуня до Керчи. Десять дней продолжалась осада Сурожа, но на 11-й, когда удалось взломать железные ворота, город пал и был предан грабежу. С мечом в руке сам Бравлин бросился к святой Софии, где покоились драгоценные раки мощи святого Стефана. Рассек двери храма и захватил его сокровища. Но тут случилось чудо. У раки святого постиг князя Паралич. Поняв карус выше, Бравлин вернул храму все захваченное, и когда это не помогло, приказал своим воинам очистить город, отдать святому Стефану всю награбленную в Крыму церковную утварь и, наконец, решил креститься. Приемник святого Стефана, архиепистоф Филарет, в сослужении местного духовенства тут же совершил крещение князя, а затем его бояр. После этого Бравлин почувствовал облегчение, но полное исцеление получил лишь когда по совету духовенства дал обет освободить всех пленных, захваченных на Крымском побережье. Внеся богатый вклад святому Стефану и почтив своим приветом местное население, князь Бравлин удалился из сурожских пределов. Таково содержание легенды, которая представляет для нас русских несомненный интерес. В самом деле, сурожская легенда говорит об историческом факте, неизвестном нам ни по летописи, ни по другим источникам. Она называет имена действующих лиц и место действия, устанавливает приблизительную дату события, и всем этим проливает некоторый свет на эпоху, на полстолетия предшествующей той, с которой мы привыкли связывать выступления русских на историческую арену. Сам по себе факт отвечает возможностям времени. Ныне окончательно установлено, что поход русских на Царьград времен Аскольда и Дира, отнесенный летописью к 866 году, имел место в действительности в 860 году, то есть ранней официальной даты бытия Руси. Но если в половине IX века мог быть совершен морской поход на Дальний Царьград, то мысль о более ранних походах на более близкие крымские колонии напрашивается сама собой. Пусть перед нами только легенда, носящая яркую религиозную окраску, но если ее показания не противоречат исторической обстановке, то нет основания отвергать иллюстрируемый ею факт. Ведь, как показал недавно обнародованный отрывок из «Жития Василия Нового», самые фантастические произведения о географической литературе передают иногда, безусловно, точно отчет о событии. Наша сурожская легенда связана с именем Стефана Сурожского. Святой Стефан – лицо историческое, и память о нем закреплена миссисусловом «Василия конца X века». По этому монологию святой Стефан пострадал за иконы при царе Константине Капрониме, который жил в 741-775 годах. И нет никакого сомнения, что эта его подпись дошла до нас в протоколе пятого заседания на Седьмом Вселенском Нигейском соборе 787 года. Стефан, недостойный епископ города Сугдайского, охотно принимая все вышеописанное, подписался. Сугдею или Сугдаю русские называли Сурожем. То обстоятельство, что греческая церковь не празднует памяти этого святого, не должно смущать исследователя, так как Стефан Сурожский был местный святой, и чествование его могло не выходить за местные крымские пределы. А что в Крыму, и именно в Сурожи, он был почитаем, доказывает сугдейский свиноксарий XII века, найденный в 40-х годах XIX столетия библиотеки греческой богословской школы на острове Халки, близ Константинополя. В нем помещено краткое житие Стефана Сурожского, и на полях сделаны пометки последующими обладателями рукописи XIII и XV веков, пометки, относящиеся к интересам и событиям местной сурожской жизни. Из этих пометок можно заключить, что память святого Стефана праздновалась, как у нас теперь, 15 декабря, что мощи его покоились в алтаре Святой Софии, и что в Сурожи в честь его была построена церковь, которую вместе со Святой Софией разрушил в 1327 году некий Агач Послей. Уцелели ли при этом мощи святого Стефана, и сохранились ли они после того, в Сурожи до времени окончательного разгрома города Турками в конце XV века не выяснено. Но если мы не знаем ни одного подробного греческого жития Стефана Сурожского с привидением посмертных чудес и в том же числе «Чудо» с русским князем Бравлиным, то такие жития святого в древнерусской литературе XV-XVI века не составляют исключения. Еще в начале XV века в Москву прибыл из Сурожа Стефан Васильевич Сурожский, родоначальник Головиных и Третьяковых. И может быть, он-то и завез на Рус житие святого Стефана, как остроумно догадывается Василевский в своем известном труде «Житие цветы героя Амастридского и Стефана Сурожского». Вероятно, переводом на русский язык он и популяризировал привезенное житие. Для успеха такой популяризации почва была вполне подготовлена постоянными торговыми связями русских с сурожцами. Шонковые сурожские товары были в большом ходу, а в Новгороде был особый сурожский двор. Русские жили в Сураже, как сурожане на Москве, и имя сурожанина недаром запечатлено в наших былинах. Из пометок на полях сурожского синоксария мы знаем, что сурожане чествовали память новоявленных русских святых князя Давида и Романа. Тем понятнее было чествование на Руси греческого сурожского святого. Надо думать, что русское житие Стефана появилось именно в 15 веке, а не раньше, так как в состав его вошло заимствование из жития Петра митрополита, а митрополит Петр умер в начале 15 века. Такое житие от 15 века дошло до нас в сборник Румянцевского музея номер 435, и страницы этого сборника, относящиеся к походу Бравлина, мы приводим ниже. С этого же времени на житие Стефана начинаются делаться посылки. Так, в жизнеописании преподнобного Дмитрия Прилуцкого, составленного во второй половине 15 века, как отметил Ключевский, приведен рассказ из Стефанова жития. В 16 веке житие Стефана Сурожского рассматривают тоже как важный исторический документ, и приведенный в нем рассказ о походе князя Бравлина принимается как факт. Так, степенная книга царского родословия говорит, «Иже и преже Рюрикова пришествие в славянскую землю не худобяша держава славянского языка. Воинство в Ахубо и тогда на многие страны, на Силунский, на Град и на Херсон и на прочих таму, якоже свидетельствуют нечто, мало отчасти в чудесах великомученика Дмитрия и святого архиепископа Стефана Сурожского. Однако в последующее время доверие к исторической ценности жития падает, и эпизод с князем Бравиным не входит ни в печатный пролог 1642 года, ни в мини-чете Дмитрия Ростовского. Постепенно легенда о походе на Сурож ускользает из историко-литературного кругозора и забывает настолько основательно, что только благодаря найденному в Востоковом одному рукописному сборнику с легендой наши историки снова вспомнили о ней с половины 19 века. Разбирая и оценивая достоверность этой легенды, приходили к самым различным заключениям. Одни принимали, другие отрицали ее, третьи приурачивали сообщаемый в легенде факт к более поздним временам. Составилась целая литература предмета. Куник и Гедеонов, Иловайский, Макарий, Филарет и Порфирий, Соловьев и Бестужев-Рюмин посвятили легенде свои строки. Но особенно обстоятельно, с полной тщательностью, разобрал вопрос Василевский. Анализируя материал, Василевский заключает, что русский излагатель легенды несомненно кое-что добавил от себя сверх того, что было в греческой рукописи. Не той, которая дошла до нас с кратким житьем Стефана, а другой, содержавший житие спортсмертными чудесами и до нас не дошедший. Так, приспособляясь к тогдашним литературным вкусам русского общества, он внес добавления из житей Иоанна Златоуста и Петра Митрополита. Однако автор славяно-русской редакции Стефанова жития в отношении фактической стороны строго держался греческого источника. Он не сделал промаха ни в наименовании храма, где почивали мощи, ни в других случаях и сохранил имя Бравлина, не пытаясь даже пояснить русскому читателю это малопонятное для него имя. Такие попытки, впрочем, делались позднее переписчиками русского Стефанова жития. Так, в сборнике Румянцевского музея номер 434 16 века вместо князь Бравлин написано князь Бранлиф. Конечно, если бы в начальной редакции стояла Бранлиф, то это слово, не вызывая недоразумения, удержалось бы переписчиками и не перешло в непонятное имя Бравлина. Итак, у нас нет оснований допускать, что легенда о походе Бравлина сочинена автором русского жития Стефана Сурожского, а не подчеркнута им из греческого источника. Если вспомнить, что кроме жития святого Стефана в русский церковный обиход вошла и служба святому с двумя канонами, что в одной из стихий службы Лефан величается защитником Сурожан и хранителем Града, что там же воспевается факт, когда напавшие на Сурож потерпели неудачу и посрамление, и что служба святому была очевидно составлена в Сураже, где покоились его мощи, где был в честь его построен храм и где праздновалась его память, то все это только подтверждает, что в полном греческом житии должны были заключаться посмертные чудеса святого и в том числе и чудо с князем Бравлиным, напавшим на Сурож. Автор этого полного греческого жития святого Стефана, вероятно, жил в относительно близкое к нему время, потому что до него дошли все подробности его жизни и народный рассказ о посмертных чудесах с сохранением в точности имен и названий исторически правильных. И нельзя сомневаться, что передавая посмертное чудо с князем Бравлиным, он имел в виду хорошо известный ему исторический, факт нападения русских на Сурож. На Сурож, как и на все побережье Крыма, в те времена не раз нападали варварские отряды, грабили и опустошали богатые берега. Об этом свидетельствует, например, итальянская легенда о перенесении мощей святого Климента исторический характер которой не подлежит сомнению. О житию Георгия Амастрицкого, которое дошло до нас в греческой рукописи, устанавливает, что нападение русских на Черноморское побережье имело место ранее 842 года. Таким образом, следует признать, что какой-то русский князь Бравлин в конце 8-го или в начале 9-го века сделал успешный набег на побережье Крыма, действительно осадил и взял Сурож, и вполне допустимо, что под непосредственным впечатлением своего соприкосновения с христианским миром, приобщился и сам к нему. Кого же автор грек той эпохи мог иметь в виду под именем русских или росов? Греческий писатель 10-го века Лев Диакон в одном месте говорил, что император Никифор послал Калакир к Тавра с кифом, называемым обыкновенно росами, и что Калакир, пришедший в Скифе понравился начальнику Тавров Святославу. Надо думать, что и автор Стефанова жития, говоря о русских, имел в виду тех же Тавроскифов, обитавших в Приднепровье, в Тьму-Таракане и в Тавриде. Над этими Тавроскифскими племенами господствовали хазары, но господство хазар было непрочным, так что подвластные им народы имели возможность действовать в иных случаях вполне самостоятельно. В 839 году по словам Бертинской летописи в Ингельгейм к Людовику Благочестивому прибыли через Константинополь вместе с послами императора Феофила послы от имени какого-то Хакана и заявили, что их зовут русскими. Хакан был ли то их прямой государь или хазарский Каган верховный властитель трудно сказать, но и это посольство отчасти говорит за то, что сообщаемые сурожскую легендой сведения о походе русского князя Бравлина на Крым и Сурож не выдумка, а исторически вполне допустимый факт. Само непонятное имя Бравлина не носит ли Вестготского отпечатка? Известен, например, Вестготский епископ Бруллинен Легенда указывает и место, откуда пришел князь Бравлин это Новгород. Одни догадываются, что русский излагатель сам от себя добавил в греческое сведение о походе название русского города, где был особый Сурожский двор. Другие допускают, что писатель грек имел в виду не русский Новгород, а тот неополис Новгород, который упомянут в декрете диафанта и который находится вблизи нынешнего Симферополя. Мы решили привести Сурожскую легенду в том ее освещении, в котором она представляется современными нам исследователями, имея в виду, что в широких кругах русского общества легенда эта мало известна и что знакомства с научными трудами исследователей не всем доступны. Память о святом Стефане и доселе чтима в Судакском округе. В верстах 15-ти от Судака в Кизельташских горах ютится монастырь его имени русский монастырь 50-х годов 19-го столетия. Но монахи уверяют, что монастырь построен на том именно месте, где во времена близкие к Стефану был построен храм в честь этого святого. Имя Стефана распространено и в русском и в народческом населении общины, но народ не сохранил памяти ни о святой Софии, где покоились мощи святого, ни о храме его имени в Судаке. Остались памятные лишь железные ворота. Неподалеку от немецкой колонии в сторону нового света выход из ущелья и доселе носит имя железных ворот, а вблизи можно найти остатки старинных построек. Не здесь ли нужно предположить местоположение Сурожа времен святого Стефана и походу на Сурож русского князя Бравлина? Редактор субтитров Корректор А.Кулакова